Возвели баррикады и снесли памятник Ленину. В Киеве оппозиция практически блокировала правительственный квартал. Возле администрации президента теперь палатки, центральные улицы, перегороженные мусорными баками и арматурой. Больше всего досталось памятнику Ленину, который, к слову, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всю свою злость толпа стала вымещать на нем, а кулак Ильича принесли на Майдан, на сцену, где за европейское будущее Украины агитировали лидеры оппозиции. Во всем подробнее из Киева Виталий Каченко. Шествие оппозиции, по данным украинского МВД, собрало около 100 тысяч человек. Вечером небольшая колонна с Майдана направилась к памятнику Ленина. Туда, где неделю назад националисты подрались с сотрудниками Беркута. Накинув тросы и раскачав как следует, молодчики свалили гранитную скульптуру высотой почти 3,5 метра. Милиционеры, дежурившие неподалеку, в происходящее не вмешивались. Националисты из радикальной партии Свобода с кувалдой в руках по очереди крушили памятник вождю мирового пролетариата, который был установлен в 1946 году и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обломки поверженного монумента, которому 4 года назад также кувалды отбили нос и руку, некоторые забирали с собой на сувениры. Украинские националисты неоднократно пытались повредить память к Ленину, но этим вечером они его просто стесли. Теперь на месте скульптуры возвышаются украинские флаги, знамя украинской повстанческой армии. На Бессарабскую площадь тут же потянулись сотни активистов с Евромайдана. И уже между ними возникли споры, с какими символами стоит бороться. Это был символ, это был символ. И теперь он свален. Это повырхивки и резни буденки, пятиэтажки и другие здания, это тоже символы Советского Союза. И их что, тоже будем сносить? Через несколько минут фрагмент памятника принесли на Майдан. Кулак Ленина показали со сцены. Лидеры оппозиции заявили, что на борьбу с памятником никого не отправляли. Мол, это выбор людей. Зато снова направили демонстранта в правительственный квартал. Минувшую ночь они назвали решающей. Географию пикетов расширили еще на сотни метров. Проезд в центре города парализован. Новые баррикады соорудили из мусорных контейнеров и бетонных цветников. У здания администрации президента установили армейские палатки. Протестующие пообещали остаться здесь надолго. Альтернативный митинг на площади Конституции. Под Верховной Радой вот уже несколько дней собираются сторонники президента Виктора Януковича. В Харькове, Донецке и Одессе уже созданы штабы по стабилизации политической ситуации в стране. Мы славяне все. Мы должны быть вместе, потому что это наша кровь кругом. Столько лет мы прожили. Мы обязаны быть вместе. А Европа, Европа, с нас хочется что сделать? Предатком. Митингующих друг от друга отделяет милицейское оцепление и автобусы спецназа. По факту массовых беспорядков и сноса памятника возбудили уголовное дело. А в городской администрации действия националистов назвали вандализмом, не имеющим ничего общего с демократией и европейскими ценностями. Тем временем в Харькове начали собирать деньги на новую скульптуру Ленина. Накануне Главное следственное управление службы безопасности Украины открыло уголовное производство по факту действий некоторых политиков, направленных на захват государственной власти. Виталий Каченко, Кирилл Брадин, Сергей Титенко и Екатерина Подомарева. Первый канал. Киев.